Пользователю Reddit рассказывают трешовые истории из реальной жизни про яжи-мать, которые получают по заслугам. Юбилейный десятый выпуск. Будет три бомбящих треда. Ваше поведение не поддается никаким прогнозам. Четыре тысячи подписчиков за пять часов. Я открыл этот ящик Пандоры из яжи-мамок. Я его и закрою. Я выпущу следующий выпуск только через двадцать тысяч подписчиков. Аж самому страшно произносить эту цифру. Как это сделать? Судя по статистике, только восемь с половиной процентов смотрящих имеют подписку. Шестьдесят восемь и два без подписки. А кто эти двадцать три процента вообще непонятно. Предыдущие два видео про яжи-мать набрали двести пятьдесят тысяч просмотров в сумме за двое суток. И у вас еще есть огромные возможности, потому что сотни тысяч людей по-прежнему не подписаны. Для вас двадцать тысяч это не помеха. Но такого еще никто не делал и вряд ли у вас получится подписать двадцать тысяч быстро. У меня точно есть неделя, а то и больше. Поэтому набираем десять тысяч лайков, две тысячи комментариев для того, чтобы раскрутить видео и подписываемся. И когда на канале прибавится двадцать тысяч подписчиков, вы получите яжи-мать с реддит плюс бонус. Еще больше тредов. Ну нафиг, точно не подпишутся. Яжи-мать в женском туалете. Эта история случилась со мной пару месяцев назад. Она настолько безумна, что и сегодня от воспоминаний о ней у меня подгорает. Стоит обратить внимание, что из-за короткой стрижки и особенности лица меня часто путают с парнями. Однако в свою защиту хочу сказать, что я стараюсь все же не допустить подобных ситуаций. Каждый день ношу макияж, одеваюсь в женскую одежду, специально ношу бюстгальтер с пушап эффектом. Итак, к самой истории. Перед работой я обычно захожу в торговый центр рядом, чтобы сходить в туалет. Там удобнее кабинки, чем в нашем офисе. И конечно же купить себе кофе. На меня часто смотрят косо в женском туалете, но я привыкла к этому, поэтому уже не обращая внимания на такое. Когда я подошла к раковине, чтобы помыть руки, боковым зрением заметила, что какая-то женщина пристально на меня смотрит. Однако я не придаю этому значения, поэтому возвращаюсь к мытью рук. Эй, ты! Да? Парень, тебе не кажется, что ты ошибся туалетом? О нет, я девушка, просто у меня короткая стрижка. Парень, мне плевать, кем ты себя считаешь или кем ты хочешь быть. Если ты родился мальчиком, будь добр ходить в туалет с мальчиками. Я не хочу, чтобы мой сын, глядя на тебя, тоже решил, что он девочка. Тем более некоторые дамы могут стесняться ходить в туалет, в котором есть мужчина. В такие моменты я обычно просто ухожу и забываю о ситуации, но в тот день у меня было плохое настроение, поэтому я разозлилась и сорвалась. Мэм, я девушка и имею такое же право быть в этом туалете, как и вы. К тому же я уже собиралась уходить, поэтому какая уже разница, перепутала я комнаты или нет? Потому что у меня есть сын, и я не хочу, чтобы он, как и ты, возомнил из себя девочку и ходил по женским туалетам. Я вообще не понимаю, почему твои родители до сих пор не отдали тебя в лечебницу. Такое лечить у психиатра надо, а не расхаживать по женским туалетам. Меня эти слова очень сильно разозлили. Какое неуважение к людям и эгоизм. Мэм, я относилась к вам только с уважением. Я была понимающей и внимательной. А вы, в свою очередь, продолжили ругать меня и оскорблять. В последний раз говорю вам, я девушка, родилась девушкой, умру девчонкой. И я не должна доказывать постороннему человеку, кто я есть на самом деле. Если вам недостаточно моих слов, задерживать вас больше не намерено. Идите вы лесом. И научитесь проявлять уважение к окружающим вас людям. И с этим я вышла из дамской комнаты. Хотелось бы закончить этим историю, но, увы, конфликт только разгорался. За мной выходит эта женщина и зовет охрану. Кричит, чтобы меня задержали, так как я преступник и заглядываю в дамские комнаты. Конечно же, меня тут же обступила толпа народа. Тут же подбегает эта я же мать и начинает рассказывать душераздирающую историю о том, как я наглец зашел в дамскую комнату и начал заглядывать в кабинки. Но она, мать-героиня, остановила меня. Подходит охрана. Она пытается рассказать эту же историю. Толпа орет на меня. К счастью, до рукоприкладства не дошло. Подходит охрана. Я достаю паспорт и мое детское фото. Оно в моей сумочке оказалось совершенно случайно. Этих доказательств хватило охранникам, чтобы они удостоверились, что я девочка. Потом я рассказала им свою версию событий. Но история на этом тоже не закончилась, так как я же мать подняла нехилую шумиху. На нее поглазеть собрались сотрудники других магазинов. И вот мы слышим крик о том, чтобы охрана задержала кого-то. Все обращают внимание на девушку. Как оказалось, это был продавец из магазина техники. И показывала она на я же мать. Ее задерживают охранники и проводят опыск. Представьте, они открывают сумку, а в ней полно мелких гаджетов. Наушники, флешки, смарт-часы и даже дорогой телефон. Ха, она просила отпустить ее и забыть. Ведь ее ждет дома трое детей. А у сына и вовсе сегодня день рождения. А на подарок денег ей не хватило. Поэтому и пришлось украсть. Это не прокатило. Была вызвана полиция и я же мать задержали. Я же мать в парке. История произошла примерно год назад. Может чуть больше. На тот момент мне было примерно 17 лет. Начну с того, что на выходные я и мой старший брат, тогда ему было 19, решили поехать во Францию. Посетить достопримечательности и просто весело провести время. Тем более в школе мы изучали французский. Поэтому это было хорошим поводом попрактиковаться. Отправиться мы решили на юг Франции, а не в Париж. Как все, наверное, подумали. Итак, после длительной экскурсии вечером мы с братом отправились в парк, чтобы поесть хот-догов и просто отдохнуть. Стоит отметить, что с братом мы очень близкие друзья. И мы не считаем зазорным обняться или сидеть вместе, опираясь друг на друга. У нас в порядке вещей, если кто-то решит положить голову на колени. И я считаю это круто. Оба натуралы, если что. Так как я очень устал, я решил так и поступить. Просто лег головой на колени к моему брату. И тут подходит женщина лет 30 с маленьким ребенком. А ну прекратили это делать. Вам не стыдно? Столько людей в парке, стыда бища. Я был очень удивлен. Я ем еду с моим братом, в чем проблема? Я сидел и смотрел на эту женщину в замешательстве. Делать что? Кушать? Тут брат шепнул на ухо мне на корейском. Да, мы оба свободно говорим на корейском. Она думает, что мы геи. И тут до меня доходит, когда я лег ему на колени, я совсем не подумал, что в парке могут гулять гомофобные родители. Женщина, идите по своим делам. Мы не геи, мы братья. Действительно? Тогда почему ты опираешься головой на его плечо? Братья в парке так не сидят. Ты не подумал, что мой сын из-за вас может вырасти с неправильной ориентацией? Мой братан был уже раздражен. Он смотрел ей прямо в глаза и закипал. И что с того? Я не хочу, чтобы он стал таким, как вы. Это плохо. Этот диалог утомил меня еще больше, особенно занудные речи яжматери. Вы думаете, что нетрадиционная ориентация передается воздушно-капельным путем? О боже, нет. Мы все станем геями. Ты надумал надо мной издеваться? Странные у тебя шутки. Вообще не смешно. Если вам не стыдно этим заниматься, то хоть не на людях это делайте, а где-то наедине. Вообще охамели. Я вздохнул. Мне казалось, что это никогда не закончится. И я сказал, надеясь, что она поймет. Мэм, мы братья, мы не геи. На ее лице появилось отвращение. Вы ребята в отношениях и при этом еще и братья? Какая гадость! Куда смотрят родители? Затем мой брат встал. Он довольно мускулистый и очень высокий человек, но я выше. Он повысил голос, но не кричал. Вместо того, чтобы учить своего сына гомофобии, вы могли бы вместе с ребенком почитать книги, например, про этикет. Я думаю, вам полезно будет узнать, что такое хорошо, а что такое плохо. А вам нужно научиться уважать взрослых. Но, видимо, родители совсем вами не занимались, так как не рассказали вам об этом. Мой братан был на нервах. Он снова повысил голос и ответил неформальным языком. Я тоже взрослый, и если ты сейчас же не свалишь, я позвоню в полицию. В этот момент она была очень удивлена. Ее ребенок начал стучать по ее бедрам и кричать, что ему надоело, и он хочет домой. Наконец она ушла, фыркнув еще пару оскорблений в наш адрес. Мы оба вздохнули с облегчением, когда она исчезла из виду. Я ж мать и собака. Гуляю со своим барбосом сегодня. Барбос красивый, породы канарский док. Собака серьезная, охранная. Навстречу идут мать и ребенок. Ребенок видит собаку и с улюлюканьем бежит к ней. Пес обучен, что такое дети, знает. Так что просто останавливаемся и даем себя потрогать. Потерпели, ребенок бежит к матери и кричит, что хочет эту собаку. Женщина подходит ко мне и сообщает, что ее чаду приглянулась собака. Предупреждаю, что порода очень сложная и лучше завести что-нибудь попроще. Я еще не понял, с кем я говорю. Ты не понимаешь, моему ребенку понравилась эта собака. Говорю, что в тех питомниках, что я знаю и могу рекомендовать, щенков сейчас нет, а у разведенцев брать не стоит. Нет, ты не понимаешь, ему понравилась именно эта собака. И тут я начинаю понимать, что дело не чисто. Говорю, что это моя собака, никому продавать ее не собираюсь. Набрав в грудь побольше воздуха, матушка ребенка заголосила на всю улицу, что я украл ее собаку и не отдаю. Несколько прохожих остановились и начали возмущаться, что какой-то бомж, не то чтобы я им был, но на прогулку надевают достаточно старые и весьма грязные вещи. Крадет собаку у семьи с ребенком. Мимо ехала полиция, тормознули. С учетом моего внешнего вида и матери с ребенком, полиция могла встать на ее сторону. Пока женщина рассказывала полиции, как я подбежал, вырвал из рук ребенка поводок, мои мозги наконец справились с нежданчиком и начали работать. Даю команду сидеть и бросаю поводок на землю, говорю, хорошо, если ваш, забирайте. Мой пес слушается полностью меня, во вторую очередь жену, никого другого он слушать не станет. И вот женщина на вид килограмм пятьдесят пытается силой потянуть поводок, который пристегнут к шестидесяти килограммовой собаке. Этой демонстрации, как ни странно, хватило прохожим и полиции. Посмеиваясь, они удалились, а вот женщина еще пыталась сдвинуть собаку с места. Этот балаган мне поднадоел, я сделал страшное, снял с собаки намордник, а потом дал команду охранять. Поводок на всякий случай подхватил. Одного рыка хватило, чтобы ребенок с матерью поспешили по своим делам. Как они планировали справиться с такой собакой сами, отдая им пса? Я не знаю. Для меня это выглядело, как попытка получить премию Дарвина. Собака, у которой недоверие к чужим людям возведено в абсолют, уничтожила бы эту семейку уже после первых минут наедине. А последняя история была от нашего модератора из Дискорда. Кока-Ко, спасибо за офигительную историю. А спонсор видео мой Дискорд-сервер. Зачем усложнять жизнь? Скучаешь по кому-то? Иди в Дискорд. Хочешь встретиться? Иди в Дискорд. Тебя не понимают? Иди в Дискорд. Есть вопросы? Иди в Дискорд. Не нравится что-то? Иди в Дискорд. Нравится что-то? Иди в Дискорд. Хочешь чего-то? Иди в Дискорд. Любишь кого-то? Иди в Дискорд. Понравилось видео, поделись с друзьями, а также не забудь посмотреть другие треды. Плейлист с я же матерями. Врачи, о чем врут пациенты. Очень странные дела, которые заставляют сомневаться в реальности. Какую самую жуткую статью в Википедии вы читали? И немного позитива. Добрые поступки в самый неожиданный момент.